Машины 6-го танкового корпуса прибыли вовремя, хотя и не в том количестве, которое мы ожидали. Разведайте ситуацию вокруг города, проверьте обороноспособность противника, найдите слабую точку, нанесите удар и захватите Чутова. Наши самолеты сбросят на позиции врага агитационные листовки. Нет никакой надобности в дополнительном кровопролитии, особенно когда русские поймут всю безысходность своего положения. Однако наши летчики не смогут предпринять никаких действий, пока существует угроза вражеской зенитной батареи. Найдите и уничтожьте ее, захватите город и укрепитесь в его центре. Подавите все вражеские попытки вытеснить вас оттуда. Четвертая миссия противостояния 4, компания за Германию. Начиная с этой миссии я буду проходить игру на уровне сложности офицерных, потому что на рядовом совсем уж как-то легко играется. Первое. Подготовьте ваши войска к атаке. Попытайтесь найти и уничтожить вражескую зенитную артиллерию. Второе. Штурмуйте город, используя все слабые точки. Третье. Укрепитесь в центре Чутова и отбейте все атаки врага. Подготовьтесь к нападению на город, командир. Прорывите вражескую оборону и захватите центральную площадь города. Так, сейчас, значит, с востока нас будут атаковать. Сразу кидаем чувака в качестве дозорного в этот дом. В эти дома. Так, закинули. Сейчас нас будут атаковать. Значит, артиллерию выделяем. Ctrl-5. Коту тоже все поближе к мосту перебросим. Ремонтники. Давайте сперва сейчас встретим чуваков вот с этого направления. Сейчас прибежут. А затем займемся самим городом. Так, вот нам группу танцев дали. Отправляем их к нам. Что-то не хотят они нас атаковать. Ну, захотят. В скором времени захотят. Давайте-то пока тогда начнем бомбить город. Так, вон они там появились. Ну-ка, сейчас проверим, насколько сложнее стало играть. На офицере. В принципе, пока валятся они довольно легко. Это уровень сложности офицер. Довольно бездарно они все полегли. Я, кстати, двоих потерял все-таки. Так, начинаем обстреливать... Начинаем обстреливать из гаубиц, из тяжелых, те дома, в которых сидят немцы. В которых сидят, проверяем с помощью заряжающей машины, как обычно. Кстати, нам подкрепление прибыло. Так, к мосту мы тоже теперь никого не подпустим. Давайте обстреляем дома, в которых засели советские солдаты. Мы их просто уничтожим, эти дома. Вот в этих двух домах есть... И страшный разброс у этих гаубиц. Этот дом уничтожен вместе со всеми его обитателями. Этот уничтожен. Смотрим остальные. Держим шестрелом. Держим шестрелом. Есть уничтожение здания. Так, все. Все дома, в которых могли быть немцы, мы... Так, че тут? Все силы стягиваем к мосту. Куда-то стреляют. А, вон, они пытаются эту пушку занять. Но видите, мы удачно встали на мосту. И не позволяем им этого сделать. Пока я, честно говоря, разницы между рядовым и офицером сложности не вижу. Никакой. Так, к нам идет подкрепление с севера. А мы давайте тогда сейчас сформируем группу и начнем зачистку города. Зачистку города начнем. Зачищать будем с помощью пехоты. Так вот, у меня еще запасной офицерчик есть. В городе много пушек, поэтому пускать туда танки не стоит. Есть еще пехота. Заморачиваться с уничтожением зенитки, значит, с этим, как его... С агитационными листовками я не буду, потому что... Я пробовал при первом прохождении, и что-то я никакой эффективности от этих листовок не заметил. Вообще никакой эффективности, по-моему. Так, давайте в сторону города продвигаться. Продолжение следует... Черт, я потерял офицера. Это совсем неприятно. Да, и тут офицера потерял. Давайте их накажем. Чуть по нам работает. Слушайте, а тут народу-то почти и не осталось у нас уже. К нам прибыли подкрепления. К нам прибыли подкрепления. Лос, лос, лос! Здесь чистая штука. Так, этих парней я всех потерял. Ну и хрен с ними, в принципе. Ничего страшного. Вот офицеров жалко. Офицеров жалко. Так, загружаем пехоту с танков. Так, тут тоже пехоты много. Тоже выгружаем. Проходим грубо. Но ее миссия легкая. Так, здесь атака. Так, давайте отойдем к Москве. Так, стоп. В принципе, броневик, он их сейчас может с безопасной дистанции всех перестрелять. Потому что у нас, видите, корректировщик в строении находится. Давайте их перещёлкаем. С броневика. Вообще без проблем. Так, ну что, нам нужно входить в город. Попытка войти в город номер два. Попытка войти в город. потерь стала побольше это факт чем на рядовом пока все равно все легко по моим танкам пушка отработала блин я потерял вообще всю пехоту я даже не понял откуда нас обстреливали вообще неприятно ну давайте попробуем по пойти с северной северной стороны я вообще потерял всю пехоту с южной стороны так зато здесь у нас пехоты навалом играю очень неэффективный и грубо но я просто привык уже на легком играть сейчас у нас нелегкий поэтому такие потери где-то был офицер я помню ухты как много офицеров у нас запасных так погнали заходим в город область лос 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 сетснан сетбе вегу область сетснан сетбе вегу Так вот, занимаем эту пушку. Так, можно закидать. Еще рано закидывать. Давайте окрестности города подчистим. Так, пушку вытаскиваем на площадь, потому что сейчас будет контратака танков. Нужно будет их встречать. У нас, кстати, панцер-паусники есть. В принципе, с танками можно будет даже пехотой справиться. Так, офицера завалили, к сожалению. Атакуем. Так, этих тоже на подмогу кидаем. Продолжение следует... Так, площадь мы заняли. Сейчас начнется контратака. Да, из всей пехоты два человека всего осталось. Так, в джипах оказались, к счастью, пехотинцы. Пехотинцы я уже сразу же потерял. Блядь, откуда стреляют? Я не пойму. Нас вложат просто как щенков. Типа танковых, по-моему. Типа танковых, блядь. Сумбурно и некрасиво проходит миссия у нас. Увы. Но, тем не менее, мы победили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...